Добрый день. Сегодня поговорим о ситуации, которая склалась в родине Аллы Травчук. Скажи, пожалуйста, что у вас сталося в каком году? Мы в 2007 году взяли в ипотеку квартиру эту. Это в 2007 году. Все было нормально, и выплачивали, и работали. А после того, как случился кризис в 2008-2009 год, там начал расти доллар, у нас начала расти выплата, стало больше, мы обратились в банк, провели структуризацию, нам отказали, и с этого все началось. На теперешний момент у нас квартиру забирают, нас выселяют. А кто брал? Человек покиненный. В каком году сын помадок? В 17-м, в январе 17-го года не стало мужа. Мальчик аутиз, живем мы втроем здесь. Мы просили банк, реструктуризацию, просили договориться. Абсолютно ни к чему это не приводило. И, естественно, мы обратились в квартодел, стали на очередь. Так как мальчик с инвалидностью, мы стали на льготную очередь. У нас есть специальный документ, что ему положена отдельная комната. Не то чтобы однокомнатная, а вообще отдельная положена. И мы стали на льготную очередь в 10-м году на социальное и как семья, которая воспитывает ребенка с инвалидностью. И вот с этого времени началось. Или так, отсюда не выгоняют, там не дают. И у нас получается такая ситуация какая-то, замкнутый круг. А аппетит на квартире за вас? Так и осталось на покойном муже. Так и осталось. Потому что Игорь получил отказ в спадщине. А мотивация, вы понимаете, она настолько размытая, что мы даже ее сфоркулировать не можем. Просто отказали ему в наследстве и все. Мотивация, вроде недостаточное количество документов мы предоставили. Право на собственность этой квартиры у нас дома. Всегда было. Мы здесь живем с первого дня все вместе. А какие сказали документы на фиде по гостоприще? Вы имеете ввиду, если в нотариальную контору, то они не уточнили, списка у нас нет. Просто вот так вот отказали и все. Но как-то странно поменялись в лице. Когда они, говорю, мы поехали вдвоем, как положено, как-то они странно поменялись в лице. Именно в этот момент. Я не знаю, я вообще не понимаю. Вот это именно отказ именно в наследстве, он до такой степени нас растерял. Ну то есть мы растерялись. У основания, ну, его нету четкого. Написано, не предоставлено достаточно какие-то документы. Я же говорю, право собственности у нас есть. То, что квартира в ипотеке, ну это тоже, собственно говоря, известно. И ипотека передается по спадщине. Так, а вы сказали, что, ну, этих сам документов не выстачали, и что они вам поведомили нас? Нет. Мы вернулись. Совершенно я не знала, как действовать в этой ситуации. Надо было проконсультироваться, естественно, с юристами. И я спросила, как это называется оскажение гии нотариуса. То есть в любом случае этим будут заниматься юристы. Я думаю, что в итоге они этот документ выдадут. Это же не право на собственность. Это просто право на его, на наследство. Мама отказалась в пользу Игоря, я отказалась в пользу Игоря. То есть мы написали все нотариально, то, что это мы как бы оставляем Игорю, так как он такой мальчик особенный. Это его папа, это беда. Вы понимаете, что никто же не ожидал, что так все сложится. А какие прогнозы видны? Если вы имеете в виду нотариальное, то здесь будут разбираться юристы. А то, что касается нашего квартирного вопроса, кварт-отдел, то социальное жилье, это в принципе реально. Мы можем получить социальное жилье. Можем ли мы получить обычное социальное, это то, которое не передается в собственность. Просто мы можем им пользоваться. Это очень хороший вариант. Ну, допустим, в нашей ситуации. Обычно дают неплохие квартиры. Вот так вот мы находимся, девочка сказала неправильно, мы находимся первые на очереди. И нам предлагали однокомнатную, но давно. И это Бориспольская трасса, очень далеко. Вы же понимаете, что такое переезд. Это же надо все это собрать. И потом люди аутического спектра, они не менять обстановку просто так не могут. То есть это нужно объяснить. Вот как мы сюда переезжали, ему было 7 лет. Мы приходили, тут как-то делали ремонт, убирали, как-то чем-то тут занимались. И уходили отсюда. И вот так вот несколько раз. И мы переехали, мы в сентябре купили эту квартиру, переехали только в декабре. Ну, вот это с тех пор здесь такой. Ну, что я вам хочу сказать. Дело в том, что если учитывать строительство совершенно такое вот, какое-то динамичное в Киеве, то я думаю, что социальное жилье выделят. Я думаю, это просто мои предположения. Судовое заседание перенесли на 26 февраля. Очень сложное дело. Судья попросил именно для ознакомления с делом. Было заседание, число не скажу, несколько недель тому назад. И вот это перенесли на 26 февраля уже 19-го года. Чи заверталась ли вы за какой-то документ, или для каких-то сферных чиновников? Да. Что она сказала еще? Вы знаете, отписки просто идут стандартные. Даже не успеваешь выйти из кабинета, у тебя уже спрашивают, вам нужен ответ? Вот у меня лично была такая ситуация. Я говорю, вы хотя бы постеснялись? Я говорю, я еще не вышла из кабинета. Мы ходили еще с покойным ужином. У меня есть полностью вот этот список гивный. Мы обращались, мы просили. И точно такая же папочка, вот у меня получается, полная папочка, вот этих вот ответов. О том, что нет, жилья не было, никогда не будет. И в Киеве не выделяется. Здесь вот представлено у нас, я так думаю, что получается 7 человек. Это такие люди, не последнее место в городе Киеве занимают. Вот это вот мы получаем такие вот подписки. Или отказы, как правильно сказать. Это список тех, відповідей, які я вам рассказала? Да, 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 да. И список фамилий я уже себе переписала. Кому не обращаться, потому что все равно откажут. В нашей ситуации, в принципе, городская администрация, я не думаю, очень в курсе. Но наша районная, да, в курсе. И надо сказать, они отнеслись с пониманием, честно говорю. И, наверное, сдвинулась бы как-то это с мертвой точки, вся эта ситуация по квартире, если бы, ну вот, не те обстоятельства, которые сложились в последнее время, вот смерть мужа и как бы все. Какие-то элементарные вещи, то нам помогают, конечно. Юридическая консультация, например, как юридическая консультация. Да, это возможно. Материальную помощь мы пишем, как мы пишем, как это называется, господи. Заявление на материальную помощь. Это правильно сказать. Заявление или просьба о материальной помощи. Выделяют тоже какие-то деньги. За счет этого, конечно, намного легче. А так сказать, чтобы вот конкретно мы с нашими депутатами, я не знаю, вот наш округ, я знаю, кто у нас депутат. Я, например, знаю, я понимаю, что к нему надо сходить, но я к нему не сходила еще. Поэтому я, как бы, фамилию пока называть не буду. Ну так, ну, материальную помощь выписывают. А квартиру выделить они же не в состоянии. А вообще у вас будут такие варианты, как бы забрала цепота? Абсолютно ничего нет. И даже нет у нас ни родных, ни близких. То есть, если забрать квартиру, вы залишли с ним? Да, вот здесь вот во дворе, в палатке. Абсолютно ничего нет. И эти документы предоставлены в квартоделе о том, что нету недвижимости, нету земли, нету транспорта, вот это как называется, автотранспорта. Эти все документы есть. Просто наши документы никто внимательно никогда не вычитал. Если бы вычитали, ну там, вы понимаете, ну такие аргументы, как вам сказать, ну уже не найти в Киеве нам какую-то там десяток квадратных метров такой ситуации, ну, стыдно. Учится в школе, сегодня только закончили занятия. Учится в школе Надея, 9 класс. Да, мой дорогой. Надеюсь, что закончится, что все будет хорошо. И обучается он уже, ну получается, 9 лет. И еще был подготовительный класс. Очень хорошая школа. Посещает центр реабилитации у нас из Подольского района. Неплохой. Ну так, ну и в принципе, все, что касается Игоря, но абсолютно все, что можно придумать, мы все делаем. Очень много занимались по молодости лет. Очень много дельфинотерапии, ипотерапии. Это мы все делали. Кстати, на все вот эти вот терапии мы никогда ни у кого ничего не просили. Мы работали, зарабатывали и ехали, как-то вытягивали нашего ребенка. Это очень дорого. И дельфинотерапия дорого, ипотерапия, это лошади. Тоже дорого. Ну все это делали, старались. Школа, нет, школа у нас государственная. Школа у нас официальная, государственная. Слава Богу, центр реабилитации тоже у нас государственный. И очень даже неплохо. Ну мы добавляли то, что могли. По реабилитации. Они социализируются, аутисты социализируются неплохо. Только этим надо заниматься. И желательно, чтобы мы, конечно, жили дома, а не были в таком подвешенном состоянии. Чувство очень неприятное, я вам честно говорю, как на чемоданах. Ремонт надо делать, не делаем, потому что непонятно, останемся мы тут, не останемся. Счетчик тепла ставить надо. Ну вот сейчас уже соседи подарили документацию, мы оформили, будем ставить счетчик тепла, потому что ненормальные приходят платежки. А опять-таки тянули, почему? Потому что мы поставили счетчик тепла. И нас завтра сказали, пожалуйста, до свидания. Понимаете, то есть руки не поднимаются. А куда бы человек вашей, когда я взвертался? Да, мы вместе ходили, вместе писали заплаты. Мы просили реструктуризацию в банке три раза. Банк сейчас находится под ликвидацией. Там введена временная администрация. Финансы и кредит. Да, ходили везде вместе. Мы были в прокуратуре, мы были в банке в реструктуризации три раза отказ. Мы были в прокуратуре, мы были в опекунском, мы были в гороадминистрации, в райадминистрации. Ну, короче говоря, мы были везде. Дальше уже нам идти некуда. Просто некуда. Вот у меня сейчас такое чувство, не то чтобы опустились руки, а я как остановилась. Вот просто как остановилась, и стою и жду, чем это все закончится. Ну, это просто невозможно. Это как бьешься головой об стенку. Я понимаю, что квартира, что она звучит, сразу все начинают как-то это воспринимать в штыки, как-то настороженно. Ну, что тут такого? Вот я как киевлянка, ну, что тут такого особенного? Что тут люди не получают квартиры? У нас была возможность, мы купили. Я серьезно говорю. Мы же не просили у государства, мы купили, честно, ее выплачивали. У нас нет такой возможности. Так сложилась ситуация, не стало человека. Нам тяжело. Мы попросили у государства помощь. Ну, вот такая ситуация. А я как была вахтесть? Очень дорогая. На 2007 год она была максимально большая. Стоимость ее оценили в 150 тысяч. Взяли мы 130 в долг. А, естественно, 20 тысяч было нашим. Это был первый взнос. Это были деньги 20 тысяч долларов США. Почему в долларах? Я уже говорила об этом, что внимательно мы никогда не читали документы. Как? Мы прочитали договор, но половину из него не поняли. Юристов с нами не было. Для того, чтобы проконсультировали, что вот риски могут быть такие, или такие, или, допустим, тот же самый доллар. Наверное, надо было взять в гривне правильно, я так понимаю. Но стоимость на 2007 год была очень высокая. Но мы работали, все работали. Игорь же был намного меньше. Игорь в основном бабушка. Мы работали, и мы справлялись довольно-таки хорошо. Мы не боялись абсолютно. Мы строили планы. То есть у нас были какие-то однокомнатные квартиры, это не выход. Мы думали так, выплатим эту быстро. И возьмем как-то, поменяемся на двухкомнатную. Но на государство никогда не рассчитывали. Никогда. Ни в чем. Это касается, начиная от здоровья, начинается от того, что мальчику уже 19 лет, сыну. И за эти 19 лет никогда мы ничего не получили. Я имею в виду путевка, например. Или реабилитация. Но я не знаю, какие-то такие элементарные вещи, которые мы по отношению именно к нашим детям делаем. Этого мы никогда не получали. Все с вами. Какая сумма заболеванности на данный период? Та сумма, которая правильная, настоящая, 800 тысяч гривен. Это правильная сумма. Банк вывел со всеми штрафы, пеня, я так думаю, что-то там еще. Они вывели в 9 миллионов, оценили нашу квартиру. Это вы себе представляете, это же звучит смешно. Да, представляешь? 9 миллионов, это, наверное, можно купить сейчас 5 квартир на эти деньги. Но они уже так, знаете, как-то пустили на самотек, такое пишут. Ну, все смотрят документы, уже смотрят, я прошу прощения, смотрят в суде. И просто диву дается. Ну, как можно оценить такую квартиру 9 миллионов? Вот это вот у нас такое четко суммы, которую мы должны, ее нет нигде. Во всех документах она абсолютно разная. Вот я вам назвала максимальную, есть еще минимальная. То есть они присылают вот писем. В 13-м году Игорь очень заболел, маленький. У него была операция. И после операции начались приступы эпилепсии. Такой у нас был очень-очень тяжелый год. Они за месяц прислали 38 писем из банка. За месяц 38. То есть даже больше, чем одно письмо в день. Они просто нас засыпали. Мы ребенка вытягивали с того света, все втроем. Это было ужасно. А они вот это сыпали, сыпали, сыпали этими письмами. Мне кажется, там один отдел не знает, что делает другой отдел, насколько я понимаю. Вот это вот, и у меня четко я эти 38 писем сложила. Вот я четко всем показывала, как мы за месяц получили. Очень сильно это нам, конечно, прибавляло сил и здоровье. А за вас свои какие-то кошки сплачут? Нет, я сейчас никаких... Эта квартира, получается, у нас зависла. Игоря Викторовича нет. На нем собственность. Собственность абсолютно не передана никому. Переписал ли на кого-то ее банк, вполне может быть. Они же делают, они же даже... Например, я вчера пошла взять обходной, мы делаем, для получения субсидии. Я пошла взять эту справку, что мы здесь проживаем, а кто-то там не проживает, допустим, там. Витренко Игорь Викторович, уже покойный, властный. Я пошла взять. У меня просят право собственности. Мне не дают эту справку просто так. А банк просто переписывает туда-сюда, где они, как бы, без этих всех документов. Я не понимаю, как это можно сделать. Без учета того, что здесь прописан инвалид первой группы под группа А, прописан человек, которому 74 года. То есть это тоже учитывается, это мама, получается. Здесь я прописана. То есть вот такие вот вещи, они как бы проходят мимо. Яку саму-то помогу, врачи, какой-то вид. Людей. Ну, первое, первое то, что я действительно сейчас мы просим, это что как можно больше людей узнали об этой ситуации. Если об этой ситуации будут знать люди, то они смогут действовать вне закона. То есть я имею в виду, вот выселить в никуда, например, или забрать квартиру. То есть общественность должна знать о том, что мы есть. Вы же понимаете, что жизнь, ну, она такая у нас получается несколько. Больше дома мы находимся, школа дома, меньше общения. Почему? Потому что это практически, ну, очень-очень тяжело. Тем более, что у Игоря приступы эпилепсии, мы побаиваемся где-то каких-то моментов. Был папа, мы передвигались очень много. Потому что мужчина, оно не так страшно. Вы же понимаете, что и в любом случае подстракует, и машина, естественно, у нас была. Сейчас мы уже когда вдвоем, получилось, с мамой остались. Но мы как так, если вдруг приступ на улице, он большой, его же надо удержать. Но мы, получается, больше дома сидим. Вот и так вот и хотелось бы, чтобы больше людей узнали о том, что мы есть, что мы тут находимся, что мы живые, что мы учимся. Да, и что мы не хотим на улицу. Мы, наоборот, хотим как бы учиться еще и жить. Квартуры вы опустили на работнику, на вашего сына? Только на сына, конечно. Большое спасибо. Тогда мы будем ждать каких-то каких-то решений, проблем, этой помощи, этой женщине и ее сыну. Надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо.